И снова здравствуйте! Это Абакан-24, телеканал, радиостанция и интернет-канал. Всё, Абакан-24. 2020 в Абакане мы начинаем новую часть, вторую нашей программы. Программа вовремя на ваших телевизионных экранах и в прямом эфире. Радиостанция Абакан-24, 7106, где позвоню, у кого наша волна. И также в интернет-трансляции мы вновь её запустили. Абакан-24, плюс 7 сейчас в нашем городе. Сейчас вам станет жарко, потому что у нас в гостях руководитель Народного фронта в Хакасии Ксения Буганова. Добрый вечер, Ксения Юрьевна. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давненько вас не было у нас. Да. Всё, выборы, выборы, выборы. Ну, мы в выборах не участвовали, поэтому нет. А чем вы занимались всё это время? Решали проблему людей, как всегда. У нас одна задача. Хорошо, ну вот про Черногорск мы поговорим чуть позже. Наш телефон 22-41-18. Звоните Ксении, редкий пока гость, но она будет часто, если вы будете звонить, да? 22-41-18. Пишите в наш WhatsApp, WhatsApp-продукт с компанией Мета, которая признана на территории России экстремистской. Туда же в Viber посылайте сообщение. Ну и Telegram пишите. Буду зачитывать, Ксении, ваши признания в любви или недовольство. С чем в основном обращались вот из тех летний сезон люди к вам? На что жалуются нынче? Всё традиционно. Проблемы со здравоохранением, услуги ЖГХ, мусорная реформа. Вот три у нас таких вот глобальных проблемы, по которым приходит большее количество жалоб. Ну и, естественно, мы их отрабатываем. То есть не все проблемы быстрорешаемые, потому что очень часто приходится, даже не могу сказать уговаривать чиновников, но где-то в каких-то моментах даже их переламывать, чтобы они приняли решение, которое будет удовлетворить интересы права жителей, которые к нам обратились. Что значит переламывать? Ну, насильно, скажем так, заставлять делать то, что не должны делать. Насильно, я имею в виду, не так, чтобы вот прям вот так, но очень настойчиво добиваться, подключать и региональные ведомства, если это муниципалитеты, да, вот как, к примеру, Черногорска, либо федеральные, если проблема не решается на региональном уровне. Понимаете, проблемы же могут... То есть они просто не делают свою работу, что ли? Да. А за что деньги получаются? Извините, банальные вопросы, но... Последний пример Черногорска, как раз самый яркий пример, когда решили... Ну, давайте тогда про Черногорск. Вы имеете в виду вот это аварийное общежитие? Да, аварийное общежитие, да. И что люди выходили весной в палатки жить и вновь вернулись в палатки. Да. Но теперь помогли вы им уйти из палаток. Теперь все, они ушли из палаток, да, они уже начали снимать себе квартиры, со следующей недели они начнут получать компенсацию за аренду жилья. То есть если прям совсем коротко, история-то очень долгая, то есть она длится больше 15 лет. Ну, я так понимаю, что решить ее можно было на течение недели, если заняться. Да, там решение проблемы было вообще на поверхности, понимаете. То есть в чем была суть? Почему на месяц... В чем суть была, да, чтобы тоже тележители, кто не следил за этой историей, чтобы они понимали. То есть этот дом аварийный был уже давным-давно, как бы, было уже несколько экспертиз, и люди нанимали сами независимые экспертизы. Потом приходила эксперт из администрации города и говорил, нет, жилье все-таки неаварийное, в нем можно жить. Более того, я скажу, Минстрой у нас здесь был на этом самом диване и говорил, что они предлагали мэрии настойчиво Черногорскам признать этот дом аварийным жильем, но мэрия не не решила. Почему и не признавали, при том, что как бы федералы дали бы денег на то, чтобы войти в федеральную программу построить другой дом уже взамен аварийным. Вот мне вот честно непонятно, с чем это связано. Но в конце концов... Вы видели Белоногова? Ну, конечно. Он что-нибудь говорит, а почему нет-то? Вот мне интересно, почему нет. К сожалению, вчера на совещании его не было. Я очень хотела его увидеть. И вопросы лично к нему у меня тоже были, но на совещание он не пришел. В общем, когда уже прокуратура вышла в суд, только тогда дом признали аварийным. Нынешний весной. Да, да. И сразу же жители получили уведомление о том, что до 1 июня они должны выехать. Куда им выезжать? То есть не... Ну, там много полей, а это же лето, землянки, навыки, инженники. Да, вот просто освободите помещение до 1 июня. Естественно, как бы у них возник такой протест, хоть временные дати, пока вы строите. Вы же не построили. Если бы вы своевременно признали дом аварийным, давно бы уже построили новый дом взамен, люди бы спокойно переехали, не было бы вот такой вот истории у нас. Они вышли в палатки, типа обещали проблему решить. Следом вот вызвали сюда Светлану Калинину, потому что у нас федеральный эксперт как раз по линии ЖКХ, в том числе по аварийным домам. Мы выезжали туда на место и на Горького 2А, и на Дзержинского 12Б, приглашали туда Минстрой, приглашали администрацию. И Светлана Викторовна объяснила, что раз вы... Можно я перебью тебя? Наташа, у нас зрители пишут в чате, что-то со звуком у нас не то происходит. Его поденец? Так, давайте послушаем звонок. Посмотрите, что со звуком пишут, что проблемы со звуком у нас в интернете. А вы как на ТВ24? Больше не будете, очень неудобно вас искать. Почему мы именно на ТВ24 и выходим? Искать не надо, настройте свой телевизор и все. Да, вы говорите добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Это мне говорят? Да, да, да. Да, это мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. У вас правда проблема со звуком? И у вас тоже. И говорите. Нет, там, видимо, тоже проблема со звуком. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот знаете что, у вас правда проблема со звуком? Вы это нам уже говорили, а дальше? Я понял. Можно задать вопрос вашей гости? Задавайте. У меня нет проблем со звуком. Вы не слушаете телевизор, по телевизору идет задержка. Это всегда так. Разговаривайте в телефон. В телефон говорите. Первый раз человек просто не знает наших правил, видимо. Давайте я объясню телезрителям правила, кто первый раз до нас дозванивается. Это впервые до нас дозванивается. Естественно, у вас будет задержка по звуку, потому что телефонная связь, она быстрее соединяет. Ну, звук, в общем, законы физики такие, что картинка идет дольше, чем звук. Поэтому вы нас слушаете в телефон и разговариваете с нами в телефон. Телевизор на это время лучше вообще убавить звук, чтобы не было какофонии и эхо. Просто позвоните и разговаривайте с нами в телефонную трубку. Вы же слышите, что мы вам отвечаем, что девочки отвечают администраторы и т.д. А на какой канал у нас строить, спрашивает Серафима Харькова. Серафима, канал у кабельных операторов это 22 канал. У нас в кабеле мы на 22 канале. А есть у нас аналоговое вновь вещание. Мы возродили, как в старые добрые времена. Это 37 чистота. Ну, вы просто антенну подключаете к розетке, домашнюю или уличную. Ставите на поиск канала и найдете Абакан24. А так 22 кнопка в кабельных сетях. Ксения Юрьевна, спасибо за ваше неравнодушие. Без вашего вмешательства люди до сих пор жили бы в палатках в Черногорске, говорит Римма. Вот, Ксения, вам уже пришел ответ. А вы мне повторите подслушку, что сказали, Наташа. Так, мы проверили скайт, ютуб, у нас все нормально со звуком, если что. Говори, пожалуйста. Да, ну, в общем, приехала Калинина Светлана Викторовна на эти аварийные дома. Мы пригласили Минстрой, мы пригласили представителей администрации, объяснили, уж коли не успели вовремя построить дом, чтобы переехали жильцы, то они должны по закону либо предоставить им маневренный фонд, квартиры из маневренного фонда, либо предоставить компенсацию на оплату и аренду жилья. Маневренный фонд в Черногорске в ужаснейшем был, конечно, состоянии. Сейчас мы как бы не скажем, что какие там... Ну, это вопрос тоже к администрации, потому что это обязанность в мэрии содержать... Уже там в чем это, что не апартаменты, а что это просто квартирки или в чем? Нет, нет. Как раз люди, которые готовы были вот съехать, да, лишь бы было куда, они не просили евроремонта. Но вот представьте себе, многодетная семья, трое детей, младшему ребенку всего год. Им предоставляют квартиру из маневренного фонда, они заходят там ни унитаза, там нет воды, то есть заглушки стоят на воде, вывернуты розетки, нет одного окна. Вот куда семья с тремя детьми? Это разве маневренный фонд? То есть не надо там евроремонта. Там должно быть чисто, должна быть вода, должен быть свет, должны быть розетки. Бытовые услуги, электричество и тепло. Конечно, застекленные окна, то есть вот что-то там не должно быть просить. Слушай, а почему Черногорская мэрия, администрация, как говорят, довела до такого состояния свое маневренное жилье? Правоохранительные органы уже этим занимаются. А они чем там занимаются? Следственный комитет и прокуратура уже этим вопросом занимаются. Да, но так получилось, что... Вообще, для чего нужен маневренный фонд? Да, он должен быть всегда под рукой. Когда вдруг что-то случилось, да, не знаю, там, наводнение, пожар, там что-то еще вот там... Чередвичайные ситуации. Да, чтобы было куда переселить жителей, поэтому маневренный фонд всегда должен быть в нормальном состоянии. Да, это стратегический запас. Который прямо сейчас, сейчас можно подселить туда человека, чтобы там была вода, был свет, был унитаз, простите, потому что там унитаза не было. И в такие условия, в такой маневренный фонд, конечно, людей пересидеть нельзя было, и они, естественно, отказывались. Тогда им Светлана Викторовна объяснила, что есть такая процедура, тогда компенсируйте людям аренду жилья. И я хочу сказать, вот тут редкий случай, когда я хочу сказать правительству Хакасии спасибо, они выделили деньги городу на то, чтобы город выплачивал ежемесячно этим жильцам материальную помощь в размере 12 тысяч рублей, чтобы они снимали квартиры. Все, более того, деньги довели, если я не ошибаюсь, в конце июля они уже пришли в администрацию. На счете были у них. Конечно, то есть деньги все, то есть выделили все, а люди их получить не могут. Когда мы стали разбираться... Черная яма какая-то. Да, и когда стали разбираться, выяснили, что там администрация города внесла в свое положение, в порядок выдачи этих денег, требования, которые, ну вот все, сделало невозможное получение денег. То есть получить деньги на компенсацию аренду можно было только, если ты заключаешь официальный договор аренды. Арендодатели вот за редким исключением на это не идут, потому что это налоги, это нужно вот, ну, очень много вот этой... Я понимаю, это киневой бизнес. Конечно. Но это же тоже незаконно киневая бизнес. Я это все понимаю. Это уже другая, скажем так, история, да. Она не касается этих жильцов. Понятно, что там те вот неправильно сдают, а они-то здесь при чем? То есть смысл в том, что те не сдают, а эти не могут заключить договор и не могут взять деньги. Мы когда уже стали вмешиваться в эту историю, вот они позвонили мне в прошлое воскресенье, сказали, что все, мы не можем, как бы все, сил наших больше нет, потому что очередным триггером стало, что пришла администрация, сказала, как вот люди рассказали, пришли сотрудники администрации, сказали, что до 1 ноября вы должны выехать, мы отключаем вам свет, воду, тепло, идите. Господи, простите меня за мной, и ты, конечно, что идиоты. Я вот про что и говорю, понимаешь, зачем вы сами подлили масло в огонь? То есть вы ни квартиры им не дали, маневренный фонд временно жилет, пока дом строится, да, ни компенсацию на аренду жилья, хотя деньги у вас лежат, они есть, причем деньги немало, там несколько миллионов. Но вы приходите, вот так вот их вот просто получается подзуживать. Естественно, у них реакция не выходит опять как бы с палатками. Причем тоже для меня очень странно, почему чиновники как бы вот не подумали о том, что раз люди уже выходили на протест, да, они готовы к этому, так они выйдут и второй, и в третий раз. То есть все, то есть они это уже вот, ну, протоптали, скажем так, эту тропу. Но по итогу выяснилось, что на самом деле, там, вот это вот мы полторы недели, я с ними билась, пытаясь доказать мэрии Черногорска, что это условие излишнее, и его нужно исключить. И приводила примеры, вот я многодетная мама, мне перечисляют деньги на покупку угля раз в год, но я не прихожу в соцзащиту, не приношу им договор с угольным разрезом, что я куплю у них уголь. Не несешь справки. Конечно, и потом не приношу чеки, что я купила уголь. Я прихожу в соцзащиту, приношу документ о том, что я многодетная мать. Что у тебя печное отопление. Все, и мне автоматом переводят деньги. Ну, кстати, да, старикам же и дрова какую-то компенсацию дают. И старикам, и по другим регионам. То есть, и никто не требует вот этих вот сначала документов подтверждающих, что вы вот возьмете именно то, на что мы вам деньги дали, и потом еще подтвердите чеками. А они вот замутили вот такую вот историю. И уже когда я позавчера вечером, поздно вечером созванивалась опять с жильцами, они там были там, потому что уже понимаю, что температуры уже минусовые. Я понимаю, что мне уже зимние спальники нужно не только собирать для бойцов, но и временно собрать для вот этих жильцов, пока мы не решаем проблему, потому что они там жили. Они прям там жили, там начали жить. Они реально жили. Мы были там каждый день в разное время, без предупреждения. Днем, утром, в обед, поздно вечером. Там приезжали от нас люди, тоже привозили где-то продукты, где-то что-то еще. Они там реально жили. И когда вот я им звоню уже поздно вечером, и выясняется, что уже несколько человек там слегли с температурой 39, но они все равно не собираются уходить. Я уже позвонила Валентину Олеговичу, и сказала, что нужно экстренно уже вмешиваться с республиканского уровня в эту ситуацию. Давайте вместе поедем в Минфин, Минюст, и мы будем учить черногорских чиновников, как правильно оформить этот механизм, выдачить денег, чтобы люди могли получать без договора. Мы приехали на следующий день. К сожалению, мэра Черногорска не было. Мне тоже было к нему очень вопросов и несколько реплик по всей вот этой ситуации. Совещание шло ровно 15 минут. Причем 10 из них просто мы уже объясняли, как это, что оформить. Потому что представитель правительства сразу начал разговор с того, смотрите, мы вам выделили несколько миллионов на материальную помощь конкретно жителям этих домов. Вы их получили? Получили. Мы от вас не требуем, чтобы вы отчитались нам договорами аренды. Не требуем. Вы зачем их требуете у людей? Черногорская мэри отвечает, ну как же у нас положение написано? Они их спрашивают, а положение что? Кто разрабатывал? Мы. Так вы сами себе разработали, что попало, и теперь вот этого, что попало, придерживать. То есть, понимаешь, и все, и тут же им сказали, исключайте срочно вот это требование, вносите, извиняюсь, нормативный акт. Ну там плюс еще нужно, чтобы подписали, там опубликовали в СМИ, и мы просчитали, что с 25 сентября это условие прекращает действовать, и с 25 октября, октября, прошу прощения, с 25 октября, жители, я вместе с ними тоже пойду, чтобы проверить, что все это заработало, уже не нужно будет договоров, они просто приходят, пишут заявление. Понятно, что статус у них не есть, они же там либо прописаны, либо это муниципальные жилье, чиновники прекрасно знают, оттуда этот человек или нет, потому что дом официально признан аварийным, и все, и ежемесячно будет перечисляться вот эта вот сумма. Они, конечно, радостные, когда вчера приехали, они и плачут, и кричат ура, и вот, но настолько это было, ну вот, я просто одну маленькую историю расскажу, чтобы вы понимали ужас проблемы, когда мне говорят, ну вот, там же в арейном доме, там же неблагополучные такие люди. Ребят, ну, во-первых, как бы, прежде чем говорить, что это люди неблагополучные, что это пьяницы, нужно сначала этих людей увидеть. Там нормальные семьи, там инвалиды живут, пенсионеры, очень много-много детных семей, матерей-одиночек. Понятно, что где-то, как бы, там точечно есть, вот, в семей, скажем так, не без урода. А социальные элементы? Хоть в одном доме у нас есть, хоть один дом есть, где вообще никто не пьет. Да в каждом доме это есть. Да в каждой квартире. Ну, не в каждой, конечно, квартире, я к тому, что вот, ну да, там тоже есть, но это такой маленький процент, а подавляющее больницу, то это нормальные люди, ну, просто вот, малообеспеченные. И живет там семья инвалидов, бабушка с дедушкой, пенсионеры они, да, и дедушка инвалид, он колясочник. Они живут на пятом этаже, спускаться там в аварийном доме нереально, и он восемь лет не выходил из дома. Восемь лет он живет в этих четырех стенах. И когда вот несколько дней назад, еще до того, как мы заставили их все-таки изменить порядок, их соседи как бы нашли подходящее жилье, и вроде сначала была согласна вот хозяйка, но потом, когда она узнала, что договор ренды, нет, нет, нет. А соседи уже там пришли, посмотрели, там на втором этаже была квартира, сейчас мы порожек сделаем, там не помню, как у зовут дедушку, и ты сможешь каждый день его выкатывать. И как она плакала, когда хозяйка узнала, что нужен договор, она говорит, по договору я не буду. И понимаешь, получается, всего этого не надо было. То есть они сами там накрутили, намутили, а люди мучились несколько месяцев и выходили в палатки. Это как раз возвращаясь к тому, что понятно, что в каждом униципалитете, в каждом селе, в каждом регионе есть проблемы. Не все всегда можно решить. Но я никогда не понимал, не пойму чиновников, когда у тебя есть возможность помочь. Тебе дали денег, людям помочь, но ты не помогаешь. Вот это для меня непонятно. Местное самоуправление, независимое. Поэтому вот жаль, что Василий Васильевич не пришел вчера на совещание. Да, жаль. Потому что он накануне приезжал к вельцам и сказал, что вы тут выпендриваетесь. Там сейчас мы утеплим первый этаж и переезжайте туда, нормально там у вас жилье. Хотела предложить ему, давайте покажите пример, перейдьте. Он не им предлагал, вы даже общежитие на первом этаже. Конечно, он вернутся. Он говорит, я вам утеплю первый этаж, чтобы холода не было, и возвращайтесь, все нормально, перезимуйте там. То есть я, когда вчера утром приезжала и просила их свернуть палатки, я наоборот настойчиво просила не возвращаться в этот двориный дом. Там один из домов, у него практически осыпался уже один край, там вот уже руку можно насквозь, снаружи запихать. Да, то есть там все осыпалось. Так, теперь такой вопрос, и сегодня утром он прозвучал у нас в программе «Время первых». Почему государство должно за свой счет расстелять этих людей? Почему оно, ну, многие же люди без жилья, многие снимают в аренду, им никто этого не компетит. Каждый как-то сам крутится, вот был смысл в том, что все крутятся сами. Почему государство оплачивает школу и садики, допустим, в основном, то есть бесплатное. Почему, допустим, нам платят пособие? Давайте, почему государство должно нам платить пособие? Почему государство должно нам перечислять материальную помощь? только жилье бесплатного жилья уже вроде как давно у нас нет. Ситуацию всех разная. Нет, ситуацию всех разная. Там очень много сиротов, даже семьи есть. Муж сирота и жена сирота. У них есть дети, нормальная, благоуточная семья в плане того, что там не пьющие ничего. Есть инвалиды. Ситуацию всех разная. И говорить о том, что должно, это же в собственности у них дом. А почему они вот за столько лет не купили себе нормальные квартиры? На что? Я вот даже себе не могу купить квартиру, поверь мне. Ну ты же не снимаешь варенду. Ты же сама. Я 15 лет строила дом. Да. Сама. Так ну 17 лет, и вот, конечно, вот спустя 17 лет... Моя, я 20 лет плачу ипотеку тоже сам. А они почему не могли взять? Чтобы взять ипотеку, тоже нужно начальный взнос и потом платить ежемесячный взнос. К сожалению, не у всех такие зарплаты, не у всех такие условия, не у всех есть возможность найти первоначальный взнос. Хорошо, кому-то повезло, где-то родители, где-то в наследство бабушки что-то досталось. Но вот, к сожалению, так везет не всем. И вот бросать их в этой ситуации, что, блин, ребят, давайте вы сами выплывайте. Но есть закон. Начнем с этого. Так, давай вот по закону, да. Не эмоции, а закон. Что если, да, аварийное жилье, как бы оно подлежит восстановлению, и жителям должны предоставить жилье взамен. Потому что это и их жилье, да? Конечно, нет, там есть и муниципальное жилье, и есть собственное жилье. Есть закон. Такой у нас закон. Я считаю правильный. То есть это все по закону? Конечно. А кто не по закону? То есть если я хочу купить себе новую квартиру, ну, так в планах, новую квартиру, мне проще, нежели брать ипотеку, купить какую-нибудь квартирушку в какой-нибудь загибающемся бараке, которая... Нет, посмотреть план генеральный развития, допустим, Абакана, посмотреть, так, вот эти бараки пойдут в таком-то году подход, купить там себе жилье, сделать его своей собственностью, а потом его снесут, там не дадут квартиру. Я хочу сказать, что каждый житель, вообще, ну, абсолютно, как бы, да, они застрахованы от того, чтобы попасть в эту ситуацию. Но я понимаю, что я довожу на уровень тимит. Я даже не про это, я вообще в принципе, что может коснуться того, что ваш дом может стать аварийной. У нас очень много жалоб по тому, как проводится капитальный ремонт. Вот это не надо говорить. У меня уже три года последствия идут. То есть, понимаешь, как бы тебе по факту, по документам сделали капитальный ремонт. Вроде все отремонтировали, а у тебя там не отремонтировано, бежит, трещит. Если вот такие ремонты... Из-за того, я переговариваю с жильцами не просто квартиры сверху, а которые на той квартире еще... У нас теперь такая случаемость. Мы живем в общаге, в той общаге, где нет двенадцать скульев. Если все время управляющая компания там... Такой ремонтик нам сделали. Делает, постоянно будет делать ремонт, то и твое жилье рано или поздно станет аварийным. И тебе не нужно покупать барак. Ты вспомнишь, что он какой нужный, это закон. Да. Так. Вот после того, как... Мне просто интересно, а реакция чиновника была? Им хоть стыдно было, там нет Черногорска или что? Ну вот чисто по-человечески мне хотелось вот глянуть. Вы зачем развели эту мутакеню? Честно, нет. Потому что... Ну я не увидела этого, потому что дальнейшая реакция какая была, они стали, ну как же? Мы сейчас уберем. А если они не на квартиру потратят это? А что куда? Вот нет. Вот пускай... Это уже их проблемы будут. Так в том-то и дело, какое ваше дело? Вот мне пришли, допустим, деньги на уголь, да, вот приходят как в многодетной семье. Они не приходят, допустим, к началу топительного сезона строго. Ну вот когда есть в бюджете, выделили, допустим, они пришли, да. А уголь не нужен сейчас. Так я пошла, купила этот уголь, отложила какие-то другие траты, но уголь у меня уже есть. И когда мне придет деньги на уголь, я уже не пойду уголь покупать. Я потрачу туда, куда их хочу. Я сама распоряжаюсь своим бюджетом. Ну вот они вот уперлись, ну как же, а вдруг же, ну какое ваше дело? Просто это уже действительно будут их проблемы. Конечно. То есть все, они получили, они расписались за то, что как бы есть, но оформлено... Они могут снять избушку за 5 тысяч, да. Это их вообще проблема. Ну я ушел на голову. Это вообще их дело, как бы, да, дело людей. Они могут переехать, найти где-то к родственникам, переехать, допустим, да. А эти деньги, допустим, копить... И компенсировать родственникам неудобство. Да, а эти деньги, допустим, копить, что когда дадут заменам жилье вот этого, да, доплатить и расшириться, потому что там детей много. Или купить обои новые. Да, но это вот... Условно это. Это совершенно... Ну в любом случае претензий к государству, что они остались на улице, у них уже не будет. Это самое главное. Так, что у нас с телефонной связью? Звонки бы хотелось услышать. 22-41-18 наш телефон. Что? И Римма пишет, это тошнадо-общественник звонит главе региона, что надо вмешаться в ситуацию дурдом на выезде. Но не такой уж и общественный тени. Это очень суровая федеральная структура, между прочим. Да? Да. А теперь мы слушаем все-таки звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел задать... Вот сейчас смотрю телевизор и хотел бы такой вопрос задать. Вот по общежитию. По какому? В Черногорске, которое? Да-да-да-да. Задавайте. А дверь и окно я имею право вытащить? Нет? Но если вы имеете из своей комнаты и из своей квартиры, если вы их вставляли, то, конечно, имейте. Там жильцы забирают это все. То есть в своей, да, в своей квартире, в своей комнате они забирают двери, забирают окна, потому что они там сами и пластиковые окна вставляли. И вы можете либо там оставить для следующего там жилья, когда вам выдадут, либо продать пока. То есть тут вас, в вашем имуществе, как бы вам никто не может сказать, можно или не можно. То есть вы вправе им распоряжаться сами. А вы живете там, да? Алло. Ушел человек. Ушел человек. В окна пошел выставлять окно. Прямо сейчас? Пока разрешили. Не, ну а почему? Все равно же дом на слом. Да, конечно, да. Когда готов теплицу сделает. Не, это даже наоборот, если честно сказать, к лучшему, чтобы там не селились бомжи и вот не расплодилось там, что черт еще, потому что это второй этап нашей проблемы. Мы сейчас будем контролировать, чтобы вовремя тоже снесли, чтобы там вот не было вот, что попало. Там и молодежь может забираться. Конечно, конечно, потому что это тоже нужно будет все контролировать, нужно будет все забивать, выносить это под снос. А когда дом не живет, он еще быстрее разрушается. Без нашего нагоня, если нас там не будет, все Черногорска-то затянет, поэтому вот это второе, вторая серия нашей истории. Еще прозвучал один вопрос сегодня в нашем утреннем информационном шоу «Время первых». А почему до сих пор не принят, да, закон, что глава региона может отстранять... Нет, еще, только в первом чтении, если не ошибаюсь. Да, 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 вот у нас Елена Юрьевна так и говорила, что только в первом чтении. Вообще, то есть у нас главу города никто не может... Это же выбрали люди. И даже прокуратура не может отстранить. Нет. Там есть, конечно, подзакон очень сложный факт. Ну, если взятки там, да, уголовка какая-то. Вот это все очень долго, как бы, и вот пока вот не принят тот закон, о котором мы сейчас с тобой говорим, пока это сделать, ну, по сути, нереально. Ну, просто Черногорск, это как уже, вот не знаю, какое-то... Вы знаешь, есть паблик такой, называется... Можно, можно. Вы посчитаете за рекламу «Черногорск в зону уныния». Вот это десятка названия. Мы про него говорили. Вот я приезжаю туда и вот смотрю, вот там вот куда вот, простите, меня не плюнь, вот у нас месяц назад было обращение тоже от инвалидов, кстати, в Черногорске. Улица Советская, если не ошибаюсь. Ну, в общем, там дорога, как вот, допустим, у нас вот Ленина, когда посередине у нас эта аллея идет, такая вот, две проезжих части с другой стороны. Отремонтировали дорогу примерно еще два года назад. Год назад мы делали это замечание. То есть ты спускаешься с этой стороны, есть съезд на коляске, съехал на инвалидное, ну, либо с коляской с ребенком, поднялся вот на эту вот аллейку, которую пересекаешь. И все. Нет, дальше опять спустился и конечный маршрут, когда дорога вторая заканчивается, там вот стоит такой бордюр. Вот понимаешь, если я мама на коляске, я, конечно, коляску как-нибудь перетащу. А если ты инвалид, там негде больше ехать, либо ты нарушаешь правила дорожного движения и решаешь жизнью, либо ты возвращаешься и ищешь вот там вот такие вот выходные пути, как проехать. Год назад мы им указывали на это, просили убрать. Мы приехали сейчас опять, он до сих пор стоит. Я попросила сейчас своих юристов посмотреть, что если я сама приеду, к чертям вырву этот бордюр, это там не привлекут ли меня за порчу городского имущества. Так как в Красноярске же, помнишь, была громкая история, инвалид подъехал, вот тоже не было и тоже куда не обращался, не делали власти города ничего. Он подъехал сам там и давай разбивать этот бордюр на коляске. Вот я попросила, говорю, знаете, пожалуйста, если я сама приеду, уберу и сделаю там этот, его обвиняли в порче, да. Вот я про что говорю, да. Это порча, Ксения, это порча. Хотя там час делов, вот на самом деле. Да. Давай послушаем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей Иванович, Ксения Юрьевна. У меня вопрос к Ксении Юрьевне. Скажите, Ксения Юрьевна, можно задать вопрос не по общежитию? Да, конечно, конечно. Ну, скажите, пожалуйста, вроде бы выиграли все суды с зарплатами учителей, вот по пересчету. А почему-то тишина и ничего непонятно. Идет оспаривание или вы не в курсе? Нет, я не в курсе. Там сейчас занималась Сергеем Михайловичем, занималась. Завтра, кстати, я с ним буду встречаться. Мы эту тему как бы с ним поговорим. Простите, пожалуйста, у него просто интересно, чем же все-таки закончится это. Потому что мы к этой теме тоже подключались в апреле и лично мне обещал министр Бутенко. Я в курсе, что вы подключались, что суды прошли, и вроде бы выиграли их, но почему-то все так, их тишина какая-то. То ли оспариваются суды, возможно, потому что я думаю, что скорее всего правительство будет оспаривать решение судов. Ну, спасибо. Обязательно узнаем, да, и сообщим уже. 22-41-18 наш телефон. Ну, как бы вот это на нынешний сезон это самые горячие точки, болевые пройдены, да? Ты имеешь в виду общежития, педагоги и все? Да не пройдены еще где-то так, промежуточная серия. Понятно, что с этими общежитиями скорее всего, я даже боюсь, говорю, что все решилось, потому что я, ну, увиди, как вот такую дурость, я не знаю, как это назвать, правда. Да, ну так и называй. Поэтому в среду, когда начнется выдача вот этот прием документов, я поеду с ними, чтобы чего-нибудь там, вот это исключат требования, какое-нибудь другое дурацкое внесут, они по другому требованию не смогут получить. Поэтому мы поедем вместе с ней, будем смотреть, что все приняли, что деньги пошли, мы сейчас поедем посмотрим, где они квартиры, покажем, что они квартиры переехали. И я очень, конечно, хочу посмотреть и помочь переехать вот этой семье инвалидов, где муж 8 лет, да, не видел вообще белого света. Но тоже на пятом этаже не могли ветерана, что ли, ну, инвалида, вернее, переселить на первый этаж, что уж. Там, я говорю, есть семья, участник СВО, он на следующей неделе опять возвращается на фронт, у него пятеро детей, он тоже подошел, говорит, Ксения, могу я вас попросить, там, чтобы вы взяли подшествия, как бы, да, потому что я сейчас уеду, кто будет за них биться, вот, и выселит их в палатку. Давай звонок еще один послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло, вы в эфире. Задержка, видимо, опять по звуку идет. Вы занимаете трубочку и не говорите, номер телефона наш занимаете. Другие не могут в это время. Положите, девочки, тогда трубку, а вы перезвоните просто 22-41-18. Положили трубку девиц, девушки? Наташа? Она сама разговаривает. Все, теперь звоните 22-41-18, наш телефон. Слушай, ну я не могу, главное событие, ну, мне кажется, это всего политического сезона. Может быть, ты возьмешь на себя смелость. А что случилось? Почему Манук Данданян ушел со своего поста? Честно, не знаю. Ну, какая-то идет рокировка, какие-то там, возможно, появился претендент. Не самый, скажем так, плохой председатель Госкомтарифэнерго. Но, тем не менее, его же не просто там отправили в отставку и давай, иди, до свидания. Мы нашли место. Ну, это, как всегда, член политбюро становится там членом ЦК. Ну, повышение с отстранением это называется. Да, много там на самом деле и у нас было претензий. Слышала я про разные претензии там под тем же тарифом. Мы уже поднимали вот эту историю с мусорными тарифами, когда мы нашли на сайте правительства постановление. Ну, нет, нет, мы это объясняли, это вы там заблудились в трех соснах. Заблудились, нет таких тарифов. И его не поэтому убрали. Там много очень, кроме мусора, хотя по мусору, я готова к следующему эксперту пригласить, он объяснит, что вам там глаза баламутят и пыль в глаза, что на самом деле это там все прописано было так, как прописано. это всегда завышаются тарифы за год вперед, чтобы потом не пролететь, а на самом деле они не принимают. А вы сравнивали, как всегда завышаются вот такие же тарифы в прошлом году. когда вы затеяли этот скандал в начале лета, он пришел с документами предыдущих годов и говорит, ну сравните нынешний год и вот то, что было написано. Ну вот вам, пожалуйста. Давай послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. В эфире, в угольный вопрос задать. Да, конечно, задать. Скорый год будет с тарифом. По теплу. Все, суд идет. Так далее. Вы не занимались этим делом. Ну на все, короче, коммунальные условия. На 11% закатили вместо 8 и 2. Я такой вопрос не оставлю. Я к вам приду скоро. Хорошо, мы услышали. Понял вопрос. Ну, когда у нас ввели же правила альтернативной котельной и СГК выставила городу не там 8,9%, а 11, да. И в суде идет разбирательство. По-моему, оно еще до сих пор идет. Оно идет еще, да. Поэтому тут вот... Поэтому пока нет никакого перерасчета, пока не закончатся суды. И то же самое у нас спрашивают в WhatsApp, и этот вопрос тоже будет вот решение суда, тогда и будет приниматься определенное решение. И, кстати, возвращаясь к Мануку Дондоняна, он же инициировал вот на исходе, ну, еще будучи при своей должности, чтобы вернуть тариф на регулирование вот на тепло в Абакане, Черногорске и Устье Абакане, которого с водом альтернативной котельной лишились эти вот населенные пункты. Ты думаешь, это с этим связано? Ну, я могу высказать свои личные догадки, ну, выводы. Все-таки отслеживал несколько лет эту. Это давление, как мне кажется, сетевого электрохозяйства и тепловиков. Ты знаешь, я думаю, что нужно дождаться, когда официально будет назначен новый руководитель. Мы посмотрим, какие он сделает шаги. Нет, кто вообще, в принципе, будет назначен. Будет понятно, вообще освобождалось ли место для кого-то вообще. Ну, это надо смотреть. Посмотрим сейчас в дальнейшем развитие событий, пока я бы выводов не делала, потому что выводы могут абсолютно быть разные. Выводы можно делать, смотри, хотя бы потому, хорошо, что мы с тобой эту тему заняли, потому что ее надо было откомментировать. Манук Амбарцумович, он очень, так скажем, медийный человек, и он по любому случаю собирает брифинг или пресс-конференцию. Но по поводу своей отставки он не сделал официального заявления и не собрал ни брифинга, ни пресс-конференции. Значит, он не может открыто говорить о причинах своего ухода. Я только вот такой могу сделать вывод. А какой еще? Ну, а какой еще? Ну, просто не хочется. Вот, ну, сняли с должности. Неудобно как-то вот. Ну, что вот я буду... И еще, как ты думаешь, а почему уже прошел месяц после вступления в должность господина Коновалова, а мы так и не видим новый состав правительства? Там же месяц дается на формирование нового правительства. Нет разве? Ну, я не настолько часто общаюсь с Валентином Олеговичем, чтобы за него сейчас ответить на этот вопрос. Мы с ним общались как раз Нет, мы с тобой, как теперь медийные люди, вот моем кости, условно говоря. Ну, он думает, видимо, кого, куда, где оставить. Но это не нарушение каких-то норм. Не ко мне вопрос. То есть, вот, вот, не слежу я за тем. Но это не главная тема, да? Нет, честно говоря, без разницы, кто кого назначит по фамилии конкретно. Главное, чтобы этот человек работал на много людей, понимаете? Потому что даже в правительстве в Хакасе есть люди, которые мы даже на протяжении последних пяти лет нормально общались и работали. Да, безусловно. И в том числе по решению как раз вопросов и интересов жителей республики. Поэтому, кто кого там, ну, сейчас посмотрим. Конечно, хотелось бы... Не знаю, я с большим, допустим, сожалению, отношусь к тому, что ушел, допустим, Бугушевич с Министерства экономического развития. Понимаю, что разные могут быть и мнения, и все. Но я видела его в работе. Но его тоже, по большому счету, вот сейчас на расстоянии нескольких месяцев выясняются некоторые факты. Слили, причем слили его же коллеги из Минэкономии, да, я слышала, да, тоже эту информацию. Но вот я говорю, я просто видела его в работе. То есть, когда была пандемия, мы очень часто пересекались на штабах, и я видела, как он отстаивает. Бизнес-мена. Права предпринимателей, да, как бьется, объективно бьется, не в том плане, чтобы им все позволили, но чтобы, если запрещали, то вот, ну, правда, было странным, когда запретили общепит, но при этом у нас общественный транспорт ездил, где все вообще без повязок, никто их не контролировал, и вот, но... Это был самый главный рассадник, да, и там вот все, что хотите, делайте, да, и никто там не спрашивает и не смотрит, и не контролирует, а тут, ну, я просто видела, как он реально, как бы вообще относится, как он относится к решению проблем, когда вообще, в принципе, начались вот эти санкции, я помню, что было это совещание, и там некоторые, там не буду называть их фамилии, представители правительства, и все, все пропало, все пропало, как же будем жить? Он говорит, так, ребята, давайте ныть не будем, давайте будем думать, быстрее, что можно сделать нашими ресурсами, где можем, то есть у него подход совершенно иной. Совершенно и другой, потому что он человек битный. И мне это, конечно, да, импонировало, хотя я помню, что первое, одна из первых взяла у него интервью, когда он только пришел, я ему в прямой, ну, в запись, именно интервью задавала вопросы, прямо говорила, что я очень сомневаюсь, что он пришел поработать на благо республики, потому что уйти с должности директора, господи руководителя банка с зарплатой в два раза больше, чем у министра, как бы, да, а у министра и зарплата меньше, и головняков, простите меня, больше в разы, да, и ответственности тоже. И крайним будешь в любом случае. Да, я говорю, зачем им все это, вот я не верю, вот чисто вот в это вот, ну, ладно, пройдет время, я сделаю выводы, и это вот тот самый редкий случай, когда я, ну, ошиблась вот в таких предположениях, и я рада, что ошиблась. А потому что он весь такой угловатый какой-то, да, ну, не чиновник. Нет, ну, ты знаешь, как бы, он сразу, как бы, чем завоевал мое доверие, не то, что, вот, ну, к себе расположил, он же знал, что я журналист такая острая, как бы, на язык, и могу, и задаю очень много неудобных вопросов. Тем более из лагеря того СМИ, которое не симпатизирует в Туркановалово. Да, и он, его только назначили, и он не побоялся, он пришел, зная, что я буду задавать неудобные вопросы, он не спрашивал у меня заранее, как я, вот, ты как журналист. Та же история, всегда позвонишь, придете, приду, и вопросы не обсуждаются. Просто меня всегда, когда работала журналистом, удивляла, звонишь кому-то, там, чиновнику, министру, опрошите вопросы заранее. Какие вопросы заранее? Помнишь, Лебедь всегда приходил вообще без вопросов. Поговорить по работе, да, то есть вы должны быть в теме, то есть, иначе вы... У вас должны быть ответы на все. Иначе вы зря занимаете министерское кресло. И это вот к вопросу о Черногорске, с чего мы сегодня и начинали, 30 секунд у нас осталось, потому что, ну, нельзя быть красивым таким. Ну, вот ей-богу, нельзя. Не, ну, это правда, это, конечно, вот, ну... И черногорцы, вы вообще думаете, как вы на выборы-то ходите? А потом вся республика в головнике. У них скоро же выборы какие-то опять. Да я уж не помню. Я не участвую в выборах, поэтому... Скоро у них выборы. Спасибо, Ксения, что пришла. Давай, приходи почаще. А вам спокойной ночи, утром увидимся. Восемь, не забудьте.